Всем привет-привет! Огромнейший просто привет, дорогие мои друзья! Очень вас рада видеть у меня в гостях на канале. Безумно по вам соскучилась. Пропустила, к сожалению, выход своего видео. Но у меня на то были уважительные причины. К сожалению, как вы из названия поняли, у меня очень сильно заболела сестра. Просто, знаете, молниеносно так случилось, что ей стало плохо. У нее заболел очень сильно живот. Просто нестерпимо сильно. Она сходила на УЗИ, ей сказали, что нужно срочно госпитализироваться. И я ей посоветовала на свою голову больницу у нас здесь в Москве, в которой я обычно обращаюсь. Она туда приехала. И, вы знаете, получилась очень некрасивая ситуация. Потому что врачи не стали ее оперировать, хотя все показания у нее были. У нее была там жидкость в брюшной полости. И врачи сказали, надо подождать. Надо подождать. Она приехала вечером. Но врачи решили, что до утра надо ждать. Положили ей лед на живот. Сделали обезболивающее. Кровоостанавливающее, кажется, еще. Сделали анализ крови. Потом они сделали еще ночью анализ крови. Показатели ухудшались. Утром они совсем ухудшились. Но врачи решили дальше ждать чего-то. В итоге к обеду я уже приехала сама к ней в больницу. Забрала ее. И на такси мы отправились в другую больницу. Где ее благополучно прооперировали, вы знаете. И, конечно, к сожалению, такая вот случилась ситуация. Неприятная. Совершенно вопиющая, я считаю. Потому что, как сказали во второй больнице, что если бы приехали раньше, удалось бы избежать последствий. А последствия какие? У нее началось воспаление внутренних органов. Из-за того, что там была жидкость, которую надо было сразу прооперировать. Как она приехала в первую больницу. Но вот такой печальный очень опыт. И совершенно неприятный, и недопустимый. Вы знаете, и когда вот это все случилось, я очень переживала. Я очень боялась. Боялась потерять. Понимаете? Потому что я в жизни уже теряла близких людей. И маму, и папу я потеряла. И я подумала, что если еще сестра, с ней что-то случится, это просто для меня будет ударом таким, который я просто не переживу. И, наверное, Господь для меня ее оставил. Вот. Потому что с другой сестрой я вообще не общаюсь. И это как бы единственная сестра. Слава Богу. Вот она жива, почти здоровая. Я думаю, что ее сейчас очень усердно лечит. Все будет нормально. И она в ближайшее время уже вернется домой, к своей семье, к мужу, к деткам. И все будет хорошо. Но вот такой вот печальный опыт, да, с московскими больницами имеет место быть. К сожалению, как бы это грустно ни звучало, в общем, никто не застрахован, как оказалось. И, ну вот, еще раз повторюсь, слава Богу, все благополучно разрешилось. Вот. Ну, а я сегодня хочу вам показать видео такое, да, что я успела поснимать вам в период, пока я ездила к сестре. В общем, пыталась с этим как-то жить. Ну, такое интересное видео будет. Там я и поготовлю для вас, и куда-то мы с вами сходим, что-то вам покажу. В общем, много всего интересного. Поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. Вы не пожалеете. Ну, и приятного просмотра, конечно. Как вы уже поняли, я решила поменять постельное белье. Белье у нас в комнате. Вы знаете, что-то мне уже приелось предыдущее, и захотелось мне вот такой пшеницы, какой-то рожи, я не знаю, чего такого летнего вообще хочется. Мне совершенно не хочется зиму, холода, вот эту, знаете, слякость, вот это все я вообще не люблю. Маруся у меня лежит в кроватке. Она сейчас стала намного больше бодрствовать. Играется она сама с собой, там, ручками туда-сюда. Такая смешная, вы знаете, вообще очень много огучит. И дает мне в это время позаниматься своими делами. Мне нужно еще сегодня успеть сбегать в магазин, купить кое-какие продукты, потому что хотела с вами поготовить. Ну, не знаю, как успею я, не успею. Получится у меня нет. Вот, что-то еще хотела вам сказать про Марусю. А, Марусю у нас, вы знаете, я ее взвешивала на днях. Весит она у нас 6,5 килограмм. Вот, ну, кровать я уже заправила. Беру Марусю, и мы с вами отправляемся дальше. Ох, друзья, пришла с улицы, ездила там по делам. Короче, по дороге, конечно, зашла в магазин. Хотела сегодня сделать салатик крабовый, вот. Вот, ну, и купила кое-что так по мелочи, вот. И, знаете, я что хотела с вами поделиться. В прошлый раз я взяла детские столовые приборы, такие красивенькие по акции. А в этот раз смотрю от того же бренда новая акция. Это, значит, от бренда Royal Welford. Вот, и решила вам показать, что я. Я, конечно же, купила, что там было по этой акции. Вот, и решила с вами этим поделиться. Сейчас я это все пока уберу. Вот у меня новые продукты всякие разные. Вот, а то, что взяла по акции, вам покажу обязательно. Итак, новая коллекция от Royal Welford представляет нам две серии новых чудесных, качественных полотенец. Первая – это Zero Premier. Двойной объем создает комфорт, мягкость и уют. Ну, и вторая серия – Smart Premier. Легкие, тонкие и долговечные полотенца. Все полотенешки выполнены из 100% хлопка и представлены в двух цветах – мятный и бежевый. Имеют 4 размера. Это 30 на 50, например, для лица. Можно очень удобно использовать. Далее, 50 на 80, например, можно использовать чудесно для рук. 70 на 120 – я пользуюсь таким полотенцем для тела. Это такой, знаете, стандартный размер. Мне кажется, очень как раз-таки и подходит для тела. И 100 на 150 – это такое, знаете, полноразмерное полотенце для душа или для бани даже. Вот. Все махровые полотенчики, они очень хорошо впитывают. Вот еще, вы знаете, очень классно мне понравилось. Сейчас мне прям, это моя слабость. Я прям подсела на коврике. Полотенце-коврик для ванны. Здесь я взяла вот такой вариант. В общем, вот такой вот коврик полотенца у меня будет теперь. Оно, кстати, классно подойдет к моей ванне. Да, у меня тут пол как раз такой бирюзовый. И вот такой мятный цвет будет прям супер в тему. Размер, кстати, у него оптимальный 50 на 70. Надеюсь, вы уже успели заметить такой классический дизайн, который чудесно впишется и дома, и в гостинице, и даже, может быть, в салоне красоты. Будет очень хорошо смотреться. В общем, вот эти полотенца и другие товары коллекции Royal Welford, такие как робот-пылесос, фен, выпрямлитель для волос или увлажнитель воздуха, вы можете приобрести со скидкой до 70%. В этом вам помогут бумажные или электронные магнитики, которые вы получаете при покупке в магазинах Магнит. Акционная цена, между прочим, от 99 рублей плюс магнитик. В общем, я хотела до вас донести, что совершая покупки в магазинах Магнит на сумму от 250 рублей, вы получаете бумажный или электронный магнитик и имеете возможность порадовать себя чем-то полезным по очень выгодной цене. Так что обязательно обратите внимание на новую коллекцию Royal Welford. Ну а сейчас я хотела с вами вернуться на нашу кухню и немножко с вами поговорить о наших с мужем обязанностях в семье. Вы знаете, мы никогда их не делили. Что там его конкретно обязанности, где только я должна что-то делать. У нас, наверное, такого нету. Конечно, я не могу, например, прибить гвозди или выкрутить лампочки. Ну вот такие вещи я точно не могу. Так же, как и мой муж, он не может покормить грудью или еще что-то сделать. Но при этом он может совершенно спокойно помыть посуду, переодеть ребенка. Я не знаю, я могу спокойно пойти выкинуть мусор. Ну какие-то вещи мы делаем вместе, а потом очень приятно, знаете, и сесть и позавтракать вдвоем, если удается. Это всегда очень здорово, потому что можно поболтать о чем-то, можно чем-то поделиться. Но обычно приходят дети, которым что-то нужно помочь сделать или по урокам, или еще что-то. Федя, он вообще всегда требует внимания. Ему прям жизненно необходимо находиться со мной или с мужем. Поэтому стараемся, конечно, проводить время с детьми, но и о себе тоже не забывать. Ну, всем привет снова. Сегодня у нас уже воскресенье. Мы съездили благополучно в храм. Побывали сегодня на воскресной школе. Мальчишки сегодня ходили, да и девчонки тоже ходили на воскресное столярное дело. Вы знаете, очень интересное, конечно, такое-то занятие, потому что они там воплощают свои мысли в жизнь, можно сказать. И, конечно же, это очень интересно и им, и мне это интересно смотреть потом, что у них получилось. Алеша у нас сегодня сделал очень классную копилку. Сейчас я вам ее покажу. Значит, смотрите, вот такая вот копилочка у Алеши получилась. Оп! Смотрите, он полностью ее сам сделал, да, и прикрутил здесь, что надо. И все это вырезал, всю каждую детальку, даже вот эту дырочку сам делал. Очень важно, да, очень классно получилось. Дальше у нас, смотрите, Нюрочка сделала вот такие вот браслетики, браслетики-брелки. Своим подружкам и себе. Мне прям так понравилась идея, вы знаете, очень простенькая и в то же время особенно. Смотрите, какие они все разные. Где-то значок, где-то буковка, где-то сердечко даже. Очень здорово. Прям даже девчонки могут ходить на столярное дело. Очень вообще классная идея, да, устроить в воскресной школе столярное дело. Вот. Дальше у нас... Сейчас Машу возьмем. Нашу Машу возьмем сейчас. Дальше у нас по планам было заехать в детский мир, купить Маше ее докорм, можно сказать. Вот. И мы еще ездили сегодня встречаться с моей знакомой, которая передала нам от моей подруги из Грузии очень классный подарочек. Она передала мне там крем, ну, в общем, подарочек и вино. Очень красивое такое, в общем, вот. Так здорово. Так что, Катюшенька, если ты меня смотришь, привет тебе, спасибо огромное. Такой привет нам из Грузии был. Вот. Ну и сегодня вот детишки сидят, занимаются своими делами. Хотела вам немножко этого показать. Они сидят, мастерят китайскую стену. Очень интересно. Это 3D такой пазл. Вот. Кто-то делает, доделывает уроки. Старшие девчонки, конечно, этим и занимаются, потому что откладывают все это на потом. А с младшими и средними я стараюсь это сделать в пятницу, чтобы суббота, воскресенье были полностью у нас разгруженные дни, и можно было поотдыхать. Вот смотрите, Тихон сидит, Нюра делает эту китайскую стену в 3D виде. Сейчас я вам поближе покажу. Тишин, покажи-ка еще разок. Вот. Вот, смотрите, уже сделали они, как классно получается. Прям здорово. Прям это все, кстати, из бумаги. Они вот по номерочкам, Тишин говорит номер, и Нюра с Алешей ищут ему, помогают. У нас также в гостях Маша, она делает английский язык. Вот такие вот у нас воскресные занятия. А еще, вы знаете, я стараюсь, вот, наверное, месяцев с 4, ну, ближе к 4 месяцам, уже выкладывать ребеночка на пол. Мы стелим вот такое одеяло у нас есть, толстенькое достаточно. И Маруся у нас тут лежит, переворачивается вовсю. Вот. Такая она у нас уже молодец. Мы ей обычно кладем много игрушечек. Сейчас я ее только положила. И еще игрушечки ей не принесли. А так кладем ей много игрушек, и она с удовольствием тут лежит. И детки ложатся рядом с ней и играются. Так что вот у нас Маша такая молодец. Да, Маша? Маша? Передавай привет, скажи. Всем привет, мои хорошие. Всех очень рада видеть. Да, Маша наша? Маша? Маша с Ладусина. Вот она какой вам привет передает. Она у нас очень добрая девочка. Да. Вот, смотрите, как у нас Маруся. Да, и Феденька лежат. Маша, видите, на игрушки смотрит. Обычно так кладем игрушечки, и ребеночек начинает думать, что ему надо ползти. Ну, Маша, пока еще рано ползти, конечно. Друзья, сегодня я хочу с вами поделиться, точнее вас угостить вкусненькой запеканочкой. Вы знаете, что-то я так давно не готовила с вами, ничего такого вкусненького, что решила сегодня вспомнить рецепт замечательной запеканки. Дети у меня творог любят, они едят его и в сырниках, и так едят творог, и запеканку любят. Поэтому я думаю, что это будет такой очень даже вкусный десерт. И заодно решила как бы вас им тоже угостить. Конечно же, оставлю вам рецептик под видео. Вот, ну а так, сейчас покажу вам, какие продукты нам с вами понадобятся. Я уже все разложила по мисочкам, и буду с вами это все замешивать и выпекать. У нас с вами здесь творожок, дальше у нас 4 яичка, молочко, сахар и манка. Здесь немножечко топленого масла сливочного. Для чего нам молоко, чтобы замочить в нем манку. Мы сейчас прям с вами это сделаем, вот в этой миске, и дальше уже будем все остальное замешивать. Немножко поменялось у меня блюдо. Вместо крабового салата я решила сделать вот эту творожную запеканку. Вы знаете, это самый мой любимый рецепт. С крабовым салатом немножко не получилось, потому что я забыла купить кукурузу. Вот, крабовую палочку у меня дети и так скушали с удовольствием. Поэтому сегодня будет запеканка. Так, друзья, смотрите, мы с вами вот так оставляем манку замоченной в молочке. Пусть она набухает, набирается объема. Вот, сейчас я буду смешивать яйца с сахаром и добавлять это все в творожок. Как раз за это время у нас набухнет манка. Будем сейчас это все делать. Немного забегаю вперед и хочу ответить на вопрос касательно моего миксера. Вы знаете, это Мерфи Ричардс. Я его как-то рекламировала где-то год назад. Мне он очень нравится полностью. Меня он устраивает и ни разу меня не подводил. Дорогие друзья, мы домешали с вами, довзбивали наши яйца с сахаром. Сейчас я туда прям высыплю творог и выльем как раз нашу манку, которая прекрасно набухла. Я думаю, что запеканка у нас получится воздушная, как шарик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас скажу вам такую очень интересную, хорошую информацию. Поэтому берите на заметку сразу. Многие сейчас столкнулись с ослабленным иммунитетом. Да, детишки сейчас так немножко у нас подздали, я бы сказала, ослабли. И решила вам сегодня рассказать, что я взяла вот такие вот мишки Иваларф по рекомендации. Значит, одни у нас мишки Иваларф. Это мультивитамины с хорошим, богатым составом, усиленным холином и йодом. Подходят для деток от 3 лет. Они идут у нас без искусственных красителей и ароматизаторов. А еще очень актуально сейчас, помимо общеукрепляющего действия, они способны улучшить память и внимание. А вот эти мишки спокойствия, да, я взяла, знаете, для Феди, потому что в последнее время он у нас стал какой-то беспокойный, очень плохо спит. Может быть, из-за погоды, может быть, у него самочувствие такое. Я пока не разобралась. Поэтому взяла вот таких вот мишек. Тут как раз есть глицин и магний, что способствует такому, знаете, успокоению и хорошему сну ребенка. В общем, для полного счастья и здорового горла взяла себе вот такой спрей Мирамет Эвалар. Это аналог Мирамистина, но дешевле на 60%, между прочим. Это универсальное средство с широким спектром действий против вирусов, микробов и грибков. Действительно помогает в борьбе с болью в горле и ее возбудителями. Очень прекрасно подходит для использования у детей, потому что не имеет ни вкуса, ни запаха. Мне кажется, это очень здорово. Ну, в общем, томить я вас долго не буду. Я оставлю вам ссылочку под моим видео в описании на всю эту чудесную радость. Вот заказали хлеб в перекрестке. Батон нарезной называется. Смотрите, какой он маленький. Вот такой нарезной батон. И мы подумали, что это как раз будет Машин батон. Да, Маш? Вот дали Маше. И он ей очень подходит. Очень красивая девочка у нас с батоном нарезным. Я даже не знаю, сколько он грамм весит. Это какой-то мини-батон нарезной. Ну, а пока наша Маруся балуется хлебом мини-батончиком, наша запеканочка уже поспела. Вы смотрите, как она хорошо поднялась. Осталось ее немножко припудрить сахарной пудрой. И она будет прям вообще супер-супер. Очень аппетитная такая. Запах невероятный. Дорогие мои, сейчас хочу порезать нашу запеканочку вкуснейшую. Просто такой аромат стоит на всю кухню. И положу на тарелочку, покажу вам наш результат, что же получилось. На самом деле я очень люблю что-то печь, что-то выпекать, готовить вообще. Но когда я снимаю, это занимает в два раза больше времени. И, к сожалению, его и так мало. Но я нашла все-таки время для себя и отправилась после запеканочки на маникюр. Хотела вам показать, поделиться с вами, со своим таким осенним луком. Вы знаете, вот эти кеды очень подошли под юбочку и новую кофточку, курточку, которую я себе взяла в магазине Ля Редут. И я такая довольна, вернулась домой. Немножко тут разобрала в комнате и принялась за глажку. Пока я глажу белье, хотела вам немножко рассказать о моем представлении о старости. Вы знаете, у меня есть знакомые пары, которые уже прожили в семейных отношениях. Кто-то 30 лет, кто-то 40. То есть это такие уже пожилые люди. И меня очень просто привлекает то, что, вы знаете, у них такое, как сказать, обоюдная любовь друг к другу. Уже без лишних слов просто. Вот они делают такую заботу друг о друге, не говоря ничего, друг друга не спрашивая даже. И, конечно, наверное, это такой идеал. И это то, к чему надо стремиться. Чтобы уже со временем ты не спрашивал, какой тебе чай налить, сколько сахара положить. А просто это делал, потому что ты знаешь, что всегда так, что твоему мужу, жене будет приятно это. И по-другому быть не может. Ну, а я перебралась уже на кухню. Вы знаете, у меня есть такая подставочка для карандашиков и всякой бумаги. Я решила её разобрать, потому что дети постоянно туда что-то складывают, совершенно не то, что должно там лежать. И вообще решила её оставить вот здесь на столе, потому что большую часть времени дети занимаются творчеством именно за этим столом. И будет очень удобно, если всё будет под рукой. Потом пришёл Алёша, попросил с ним позаниматься. Сейчас мы пытаемся с ним усердно начать читать. В принципе, он по слогам уже читает неплохо. Но слова собирает как-то ещё пока с трудом. Но он так безумно радуется, что у него получается вообще слоги соединять в лодочке. Такой молодец. Дорогие друзья, смотрите, у нас сегодня вечер такой воскресный. И одна наша знакомая, очень хорошая, она решила нас угостить пирогами. И совершенно неожиданно привезла такие два замечательные, чудесные просто пирога. Сейчас вы смотрите, это первый такой с сердечком, очень красивый, он с шоколадом палит. И второй, сейчас я вам покажу, он с малиной. Ух ты, какой красивый, да, детки? Да. А вот смотрите, какой второй пирог. Очень красивый, такой с малиной, с настоящей. И двой. Двой, конечно. Сейчас мы порежем и по тарелочкам положим все. Сейчас мы будем делать. Ну а я с вами уже буду прощаться, дорогие наши друзья. Очень была рада вас повидать, с вами пообщаться, вам все это рассказать. Постаралась кратенько вам заснять эти все несколько дней суматошных. Ну и надеюсь, что что-то полезное вы смогли почерпнуть из моего видео. Ну и, конечно же, до скорых встреч!